Верность подружке из тайского бара. Бывшая тайская баргерл тонул замужем, но это ничего не значит. Почем тайская верность? Про отношения есть такая шутка. Когда люди женятся, он думает про нее, она не изменится. А она думает про него, он изменится. Ошибаются оба, но когда наш мужчина начинает отношения с барной тайкой, в этом случае может быть уверен, она останется прежней. В камне можно высечь бессмертное. Можно забрать девочку из бара, но не бар из девочки. Ставим эксперименты на тайках. Всем любителям тайских подружек, для самого тщательного изучения, рекомендаю на книгу Стивена Лезера «Приват Дэнсер». Кстати, в Таиланде книжечка продается в любом книжном магазине. И сами тайки с творчеством Лезера прекрасно знакомы, изучают искать противника и стараются понять психологию этих странных бледно лицах. Основа той истории – попытки главного героя спасти тайскую бар-герлу от ее барной жизни. Насколько нужно такое спасение? Смотри, например, нашу статью «Тайки любят свою работу». Вообще, верная барная тайка – это такой оксимарон. Вроде бы по вопросу все ясно, но любопытно же. Потому мой товарищ Ква в течение нескольких поездок в страну улыбок поставил занятный эксперимент. Причем не на кошках, очень даже людях. Ква не один десяток раз был в Таиланде. Со многими подружками встречался не раз. Некоторые уже давно поменяли бары на работу во вполне приличных фирмах. Кто-то замужем. И Ква решил проверить. «Тайки поменяли работу?» «Вы поменялись ли сами?» Спойлер – нет. «Вот дерьмо». Привет. Как насчет встретиться? Ква со своими тайскими подругами обменился контактами в фейсбук и впоследствии общался. «Привет, как дела?» «Привет, когда приезжаешь?» И Ква стал предлагать встречу именно тем подругам, что уже вышли замуж за туристов или своих, тайцев. Итог забавен. Не отказала ни одна. «Ух ты». После стандартных посиделок в баре, Квас с замужней подружкой шел к себе в отель. И далее по стандартной программе. «Граждай, Фрэнки!» Разница была лишь в одном. Одни остановились до утра или пока не выгонят. Другие уходили в районе полуночи. Ква интересовался в подруг. «Тебя нет ночью дома. А что скажет твой муж?» «Тайки в отеле смеялись, мол, у девочек свои тайны. Опять же, деньги в семье никогда не убывают лишними. Осталось за кадром, что тайки сообщали своим мужьям. «В семье как к работе». Барные тайки относятся к отношениям как к работе. И никогда не против взять подработку. Женщины свое поведение даже не оценят как измену или что-то неправильное. Ведь они всего лишь зарабатывают дополнительную денежку. Все для семьи. Для мужей женщины делают положенное. Готовят еду и греют постель. Остальное – их личное дело и маленькие жидкие хитрости. Заметил. У таких женщин вообще весьма своеобразное понимание верности. Видимо, сказывается то, что в Таиланде до сих пор распространены полигамные браки. Многоженство – не такая уж и редкость. Женщины подобные смотрят с точки зрения ресурсов. Если мужчина обеспечивает семью, пусть делает, что хочет. Но поскольку мир и положение женщин в нем меняется, тайки тоже позволяют себе. Некоторую вольную трактовку вопроса верности в браке. Если верность обычных тайских женщин – вопрос отдельный и сложный, то с барными тайками все просто. Они привыкли по максимуму использовать свой ресурс – самих себя. Тайки с Локенстрит называют это бизнесом. А в бизнесе главное – деньги и рентабельность инвестиций. Кстати, пластическая хирургия рассматривается именно с точки зрения рентабельности. Лучше внешность – больше клиентов, больше денег. Люди, у которых был свой бизнес, отлично знают, что наличие своего дела очень быстро меняет мышление. Основными чертами характера становятся инициативности, готовность идти на риск, расчеты и истребление получить выгоду. Барные тайки именно такие. И добавим традиционную для женщин Азии практичность. Спасителям барных тайк. Я не очень понимаю, зачем вообще спасать тайк из баров. Самое разумное – проводить с ними приятное время, а потом вычеркивать из жизни и находить новых. Вы правы, точно? Но ведь я знаю, желание стать спасителем жжет как зудь в промежности. Приглашаем всех на сезонную распродажу тёлок. И вот вернемся к эксперименту. Мой товарищ убирал подруг, у которых бы недавно была свадьба. Ведь все открыто. Азиаты любят всю свою жизнь выкладывать на фейсбук и инстаграм. Все красиво, невеста, тайском традиционном наряде и в белом. Свадьба в западной и восточной традиции теперь в моде. Ква общался и предлагал встретиться. Понятно зачем, но какие тут секреты. Да и у барных тайк начисто отсутствует понятие стыдливости. Женщины лишь переспрашивали. Когда прилетаешь? Эти фон присылали. На всякий случай, вдруг потерялся. Ты видно, гонишь по ним? Нет, я тебя не гоню. В общем-то, когда твоя тайка в режиме Love Tonight, Pay Tomorrow, ну какая разница? Так даже занятно, с чьей-то женой. Хотя если идешь с ней, взявшись за руки по торговому центру, а навстречу ее муж, будет сцена или нет? Но что скажет наш спаситель в ответ на подобные подхождения своей прекрасной тайской жены? Или... Нет, моя не такая. Правда? Вот именно твоя другая. Ну да, каждый сам себе архитектор своих проблем. Какие именно у вас симптомы? С какого-то возраста появился вопрос, зачем? Но нет, она не другая. Барные таки в браке не меняются, ибо фарш назад не провернешь. Таки из-за мужества продолжают спать со всеми, кто готов заплатить. Живи теперь с этим. Однако, хоть маски сорвались тысячу раз, минимум половина женатых натальских европейцев живут именно с барными подругами. Он такой, я верность жены не чувствую, а я ему, потому что ее нет. Ну и ее в болото. Ну и ее в болото. Ну и ее в болото. Субтитры подогнал «Симон»!